Какие-то даже интересные моменты мы для себя приняли. Получить совет в благих делах на форум православной общественности приехали казанские сестры милосердия. Женщины после работы ухаживают за пожилыми людьми и помогают бездомным. Хотим, чтобы действительно сестринское служение приобрело такие же масштабы, как оно и было до революции, когда Марфомариинская обитель, какая она была знаменитая. Крящен, Татарстан и на форуме делились радостью, что их приходов становится больше и выражали пожелание открыть еще свои воскресные школы. У нас решается все постепенно. Мы не встречаем никаких препятствий. Земли выдаются, выделяются, ищем спонсоров. Обсудить все дела православного Татарстана есть цель форума. Как отметили, в республике идет большая созидательная работа по восстановлению храмов. Сейчас реконструируется более 30 и строится свыше 40. И главный из них – собор Казанской иконы Божьей Матери. Православие занимает особое место в духовной сфере нашей страны на протяжении веков, формируя нравственный стержень и ясные жизненные принципы многонационального народа России. По данным исследований, сейчас большинству православных в Татарстане живется комфортно. И это во многом заслуга руководства республики. И как в знак этого указом патриарха Кирилла, Рустаму Мениханову вручили орден славы и чести второй степени. Важной для нас является высокая оценка развития межрелигиозных и межнациональных отношений, данная патриархом Кириллом. Убежден общими усилиями, мы добьемся еще больших успехов в деле развития духовности, укрепления межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе. Сегодня на форуме прозвучали ряд важных инициатив. Так, митриполит Феофан предложил сделать Татарстан местом Всероссийского молодежного форума. И вот такой бы молодежный форум ежегодный на федеральном уровне помог бы еще больше сплочению и направлению молодежных умов самое главное – созиданию миру и согласию. Как подытожили на форуме, главное достижение нужно измерять духовным обогащением нашего общества. Самое главное – это процесс нашего сближения, сближения наших позиций. И сегодня церковно-государственные отношения вошли в совершенно уникальную фазу своего развития. Это совместная работа. Чтобы доходило вот это главное понимание того, в чем действительно подлинное служение церкви. Это не только восстановление храмов, это восстановление сердец. Вот я и сегодня говорил, не знаю, удалось вам услышать или нет, что церковь меняет людей, люди меняют мир. На этом поприще в республике собираются восстановить все заброшенные храмы и открыть в каждом городе православные гимназии. Главное, как говорят, чтобы в республике повсеместно были мир и согласие. Дмитрий Аринин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова